Егор 14 лет, Георгий 15 лет, Алия 7 лет. Эти дети стали жертвами в ДТП. Всего на текущий период на рязанских дорогах погибло 170 человек. Часть из них – дети. В первую очередь этот день – это, конечно же, напоминание всем живым, что от неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения все-таки зависит очень и очень много. Особенно вот в таких ноябрьских погодных условиях, как сегодня, в плохих, необходимо как пешеходам, так и водителям строго соблюдать требования безопасности. День памяти жертв ДТП традиционно проводится на улице Полонского совместно с студентами политеха и учениками седьмой школы. Сегодня мероприятие отличается от прошлогодних. Сотрудники госавтоинспекции привезли в сквер пострадавшая в аварии авто. Сегодня на мероприятие мы привезли машину, которая реально участвовала в дорожно-транспортном происшествии для того, чтобы студенты данного вуза увидели, какие бывают последствия дорожно-транспортных происшествий и что если такие механические повреждения получает транспортное средство, что человек, конечно же, может получить серьезные травмы и часто это может закончиться совсем неблагополучно смертью либо водителя, либо пассажиров транспортного средства. В руках у учеников седьмой школы по белому шарику в память о жертвах. По данным госавтоинспекции, количество ДТП в общероссийской статистике идет на спад. Однако до ноля еще явно далековато. В 2019 году это 239 погибших на региональных дорогах. В 2020 – 175, в 2021 – 164. В этом году цифры стали расти уже 170. Поэтому сотрудники госавтоинспекции напомнили о соблюдении правил дорожного движения, особенно в межсезонье.